Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск цикловой программы «Кремниевая Дарина на Днепре», посвященной сегодняшнему дню проблемам и перспективам украинской науки, труду украинских ученых. В студии я, ваш покорный слуга, ведущий этой программы, Андрей Дмитрук, сценарист, писатель. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, с директором Института исследований научно-технического потенциала и истории науки имени Доброва, Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины, Борисом Антоновичем Малецким. Борис Антонович, первой части нашей беседы мы остановились на том, что могли, но не сделали. То есть в тот момент, когда, ну не сказать бы в муках, но все-таки рождалась независимая Украина, могли сосредоточить усилия ради будущего страны, ради будущего народа, могли сосредоточить усилия не на создании минового рынка, по сути, не на превращении большей части населения в мешочника вечерноков, не на наращивании финансового капитала, а на совсем других вещах. Тем более, что все показания к этому были. На развитии наукоемких производств 21 века. Вот на этом мы с вами закончили. Но позвольте вспомнить Владимира Владимировича Маяковского. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Вот кому и зачем это было нужно, превращать рынок в базар, скажем так? Да, вопрос, конечно, очень интересный. И почему это было сделано? Наверное, надо сказать, почему это вообще могло произойти. Да, да. Почему это могло произойти? Знаете, вот, конечно, новые власти, которые пришли, причем искренне, видимо, хотели создать такую процветающую Украину. Вы помните эти листовки, которые распространялись в ту пору, да? Насчет москалей, которые съели наше сало? Да, да, да. Всякие такие вещи. А мы можем в течение короткого периода вырваться впереди планеты всей, да? Помню. Да, вот, ну, во-первых, очевидно, не хватило профессионализма. Хотя я должен сказать, что со стороны науки было подготовлено на начальном этапе, и это продолжается до сих пор, огромное количество предложений по тому, как должна развиваться Украина. Вот, знаете, мы первыми среди Советных Республик бывших подготовили целую серию законов о научно-технической политике, о научно-технической экспертизе. Если посмотреть, что в начале было, вот, на тот период, когда формировалась... Это начало 90-х? Да, когда формировалась наша национальная уже самостоятельная украинская национальная научная система, то фактически была сформирована система, ну, абсолютно отвечающая тем правилам, которые существовали в Европе. Вот, посмотрите, у нас был самостоятельный государственный комитет по науке и технологиям, да, значит, причем он надминистерский, потому что восприятие... Это даже Семеноженко возглавлял, по-моему, нет? Нет, Рябченко тогда. Рябченко, Рябченко. Воспринимает науку как какую-то отрасль. Наука не отрасль. Наука — это образ организации жизни, образ организации экономики. Форма, осознание общественного. Вот что такое наука. Она не может быть отраслью. Она над всем. Да. Поэтому нельзя сводить попытку бюрокритического управления наукой как отдельной отраслью. Так вот, был такой государственный комитет. Был Национальный совет по науке и технологиям. Из числа ведущих ученых, специалистов. Вот 250 человек, которые решали судьбу, значит, приоритетов научных и так далее. Извините, было то, что есть далеко не в каждой европейской стране. Академия наук. Ну, да. Значит, естественно, значит, Академия наук, она была. Которую сейчас пытаются объявить ретроградное, устарелое и вообще заменить другой системой. Да. Значит, конкурсы. Был сформирован инновационный фонд. Ну. Не просто... Понятно, понятно. Инновационный. Инновационный фонд. Интересно, что этот фонд, поступления в него формировались за счет специального налога на предприятия для инновационного развития. Такой был специализированный налог? Да, был такой специализированный. Ну, назывался он не прямо налог, это отчисление в инновационный фонд. Значит, ну, это фактически налог. И все предприятия были обязаны отчислять? Да, конечно. И был сформирован такой хороший фонд. Уже начал он работать. Так. Значит, много было интересных таких нош. И самое главное, что резко повысилась демократичность управления, организации работы науки. За счет того, что фактически сформировался этот национальный научный фонд. И это, конечно, не очень понравилось власти. Что вот есть такая структура, которая распоряжается деньгами, а должно быть, значит, постановлением правительства только и так далее. Как же это деньги до мимо наших рук? Да. Значит, вот в результате потихоньку, потихоньку, кстати, вот в этом законе научной политики, я хочу обратить ваше внимание, он назывался закон о научной и научно-технической политике. Об основах научной и научно-технической политики. Не так, как сейчас, а научной и научно-технической деятельности. Это интегральное понятие политики. Это понятие ответственности. Всеобъемлющее. Да. И что государство, что власть делает относительно стратегии развития страны с помощью науки. Вот что такое закон. Борис Анатольевич, а вот вам не кажется, что здесь был еще второй фактор действовал? Первый фактор – это то, что мы с вами сказали, что правительство как бы испугалось, что потеряют контроль над денежными потоками. А второе, что кому-то очень не хотелось, чтобы Украина стала по-настоящему развитой и конкурентоспособной европейской страной. Кто-то сильно этого побаивался. Может быть, даже не те, кто у нас появляется на телеэкранах, а те, кто за ними. Ну, я вот как раз к этому шел. А вы навели меня быстрее на этот вопрос. Ну, я хочу напомнить, что в момент, когда разваливался СССР, президент Соединенных Штатов создал очень большую группу авторитетных ученых. Это еще Рейган? Да, американских ученых, 120 человек там было, которые подготовили доклад, который назывался, вот, обратите внимание, назывался «Как использовать науку разваливающую СССР в интересах Соединенных Штатов». На самом деле, чего они боялись? Они видели, что, ну, что такое там СССР, Украина, да, это ядерные державы, понимаете? Еще какие? Да, еще какие. Мы были третьей страной в мире по ядерному потенциалу. Значит, 40% ученых работало на оборонку. Мы продавали вооружение в то время. Это на Украине? Да, на Украине. Мы продавали, Украина продавала, Украина самостоятельно продавала вооружение на 2 миллиарда долларов. Вот, надо обратить внимание. Это еще в советское время? В советское время и 90-е годы. И начало 90-е годы. Да, вот такое было. Так. Вот интересный момент, значит, был создан, назывался он Украинский, но сейчас он есть, Украинский научно-технологический центр. Это Соединенные Штаты, Канада, Швеция, ну и, соответственно, Украина. Значит, вкладывались этими странами деньги для чего? Для того, чтобы перепрофилировать наших ученых-оборонщиков, а фактически разрушить оборонно-промышленный комплекс. Перепрофилировать на что? На стандарты НАТО? Нет. Или вообще на какую-то деятельность, не связанную с наукой? Нет, на деятельность, не связанную с военными разработками. А, вот так. Понятно. Но это удалось. Я, правда, неоднозначное отношение к этому НТЦ. Почему? Потому что, знаете, в то время, в 90-х годах, вы же помните, что было, по крайней мере, многие люди помнят, что было с наукой. Ну, еще бы не помните. Уже практически не было финансирования. Погром шел. Да, погром шел. И в результате, благодаря вот этим стипендиям, которые они выдавали, примерно, в нашей науке сохранилось где-то около 4-5 тысяч ученых. Все-таки. Все-таки сохранилось. Другое дело, что они перестали заниматься тем, чем занимались. Понимаете? Они там хорошие физики, перекинулись на физику, там вообще общую физику, там и так далее. А сейчас эта кубышка уже опустошена? Ну, вы имеете в виду... Ну, вот эти вливания, что ради перепрофилирования. Понимаете, они в принципе есть. Ну, я вообще посчитал, вот смотрите, 2 миллиарда в год мы продавали вооружение. Ну, их в среднем вложение в нашу науку, значит, где-то 10 миллионов. Ну, вот подсчитайте экономическую эффективность от таких... 10 миллионов? Да. Ты хоть уж капля в море. Ну, вот. Да. Значит, а сейчас еще меньше. Сейчас еще меньше. Потому что сейчас это, в принципе, уже нечего разрушать. Понимаете? То есть, даже по сравнению с 90-ми годами мы опустились намного ниже. Да, конечно. Значит, и вот недавно я услышал из уст бывшего вице-премьер-министра, одного из бывших вице-премьер-министров, на конференции. Он назвал такую цифру, что у нас сейчас работает в стране около 420 групп экспертов зарубежных. 420, да. Так вот, я хочу вам сказать, что в то время главными экспертами, вот со своими, власть со своими экспертами не хотела считаться. Понятно. А главными экспертами были очень много зарубежных специалистов. Так, 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 так. И, естественно, они видели вот необходимость как можно быстрейшего перехода на рыночный механизм, приватизации. И это стояло во главе угла. Любой ценой. Любой ценой. Но как это будет проводиться? Для чего проводится вообще приватизация? Мы настаивали на том, что приватизацию нужно делать таким образом, чтобы предприятие, которое приватизируется, оно качественно новый инновационный уровень приобрело это предприятие. Ну, была такая стандартная фраза «приобрести эффективного собственника». Ну, эффективный собственник, мы же видим, чем все это закончилось. Ну, фраза была такая. Опять же, разговор. Что у нас фактически вот отрасли машиностроения в три раза сократились по сравнению с тем, что были в 90-е годы. Ну, Борис Анатольевич, если, извините меня, в цехах крупнейших заводов Украины сейчас проводятся рок-фестивали. Да. Потому что они стоят пустые коробки. Да. Ну, вот как раз. Возможно, в случае делят на клетушки и сдают их в аренду. Вот я и говорю, мы возвращаемся опять к вопросу о неиспользованных возможностях, а пытаюсь объяснить, почему не были использованы эти возможности. Значит, может быть, и наука недостаточно активно занимала позиции. Знаете, у науки есть большая политическая сила. Вот заложена в науке политическая сила. Я в этом убеждаюсь, когда я смотрю, когда, например, Буш, тот младший, будущий президент сократил финансирование науки. Был такой период. Огромное количество ученых подготовили петицию, Белый дом, лично ему, президенту своему, которому написали, что если он не отменит эту антигосударственную, так сказать, меру, то они поднимут весь народ против него. Слушайте, Борис Анатольевич, так это не столько политическая активность науки, сколько политическая активность ученых. Чего нам страшно, не хватает. Но я к тому говорю, что наука имеет большую политическую силу. Вот проведение экспертизы, честной экспертизы, скажем, программ реформирования. Это наука должна делать, понимаете? Понятно. Если это не делается, то надо искать причину, почему это у нас не делалось серьезно. Хотя я должен сказать, что очень много было со стороны ученых и оценок, и экспертиз, и предложений конкретных, как это делать. Вот только мы, например, в 99-м году была принята Верховной Радой концепция научно-технологического и инновационного развития Украины. Это наша разработка, она какую-то роль сыграла. Дальнейшие попытки что-то представить, мне трудно сейчас сосчитать, но только наш институт десятки предложений таких Верховную Раду, правительству, президенту страны давали, относительно того, как перейти на инновационный путь развития. И что же в результате? А в результате все это подсукнулось. Вот так. Иногда, когда оглашались новые программы новой будущей власти, значит, они пользовались этим вещами. Ну, например, я помню, как Ющенко назвал среди первых своих мероприятий, которые он предлагает создать, 5 миллионов рабочих мест. Это наш канал. Но мы-то писали, 5 миллионов рабочих мест, но не на базаре. Вот. Понимаете? Только хотел сказать. А в минимум среднем высокотехнологичном производстве. Вот что мы предлагали. Это суть. Не бабушка, которая вязаные носки продает в рядах, а совсем другое. Мы, например, официально обратились в правительство с оценкой того, что происходит по нашим зарубичанам, поезжающим за границу. Ну, вы знаете, цифра очень большая. Есть такие цифры, 6-7 миллионов. Да, цифра большая. Мы впервые тогда показали, значит, как это выражается в деньгах. Мы показали, что это примерно, приходит в Украину, 10% бюджета страны от зарубичана. По самому минимальной оценке. Но в чем сводилось наше предложение? Что это ненормальное явление, что люди не могут работать в своей стране. Разрываются семьи, там, и все, что хотите. Очень много негативных последствий от этого зарубичанства. Еще бы. Да. Так вот, значит, наше предложение сводилось к чему? Что государство должно провести работу. Привлечь внимание самих этих зарубичан со своими деньгами. Создать единый общественно-государственный фонд. Вот объединив их деньги, деньги государства. Для того, чтобы из тех районов, откуда чаще всего, больше всего уезжают людей, оказать содействие в создании новых рабочих мест, привлекательных для этих людей. Чтобы они могли работать в своей стране. Очень интересная мысль. Официально такое письмо было направлено. Вот впервые просчитано, какие деньги можно использовать. И сказано, как это можно использовать. Но, к сожалению... И, простите, в конечном итоге большинство тех, кто уехал, просто вернулись бы на новые рабочие места. Конечно. Даже если многие... Пошел бы обратный процесс. Понимаете, даже если бы не все вернулись. Ну и все, намного. Значит, очень важно было, чтобы молодежь подрастающего, которая бы осталась тут, чтобы они не уезжали. А сейчас с чем мы сталкиваемся? Сейчас студенты... Посмотрите, я вижу, значит, распределение студентов, как в советское время было, да, вот это приезжали там. А теперь приезжают куда? Из Польши, там, из других стран европейских, для того, чтобы получить выпускников. А, в принципе, сейчас уже сами ребята, они же видят бесперспективность своей работы здесь. Да, раньше приезжали заказчики с Урала, из Сибири. И они, конечно, все с мечтой, как бы, все-таки уехать за границу. И я думаю, что из всех проблем тяжелых, которых оказалось Украину, вот это то, что значительная часть наших людей, особенно молодежи, не видит свою перспективу для работы в своей стране, это самая тяжелая проблема для Украины, с моей точки зрения. Потому что, когда формируется, ну, иногда, чаще возникало это вот стремление уехать для того, чтобы просто зарабатывать, иначе человек бы не выжил здесь, в стране. То сейчас уже формируется несколько другая позиция, что нужно обязательно уехать, потому что там, априори, лучше, чем здесь у нас, понимаете. Не в вере в то, что мы можем собственными силами сделать, это страшная вещь. Павел Александрович, к сожалению, время нас уже маленько поджимает. Конечно, эти проблемы, о которых мы с вами сегодня говорили, быстро не решишь. Но, слава Богу, что мы их хотя бы ставим, озвучиваем. Уже пошла какая-то, как сейчас принято говорить, мыслеформа пошла обрастать уже какими-то энергиями там в пространстве, во времени. И, я думаю, мы еще неоднократно с вами вернемся к этим вопросам. Сегодня я просто хочу от всей души вас поблагодарить за великолепную, содержательную и эмоциональную беседу. Я вижу, что вы человек неравнодушный ко всему, о чем мы с вами сегодня говорили. Это наболело. Наболело, да. Напомним нашим зрителям, что они смотрели очередной выпуск программы «Кремниевая долина» на Днепре. Нашим гостем был директор Института исследований научно-технического потенциала и истории науки имени Доброва, Национальной академии наук Украины. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Малицкий Борис Антонович, которым я еще раз чрезвычайно благодарен за беседу, ввел программу Андрей Дмитрук. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...